Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у меня кулинарное видео. И поэтому я приглашаю всех, кто желает и любит экспериментировать. Я сегодня собираюсь готовить пельмени. Не простые пельмени, а зелёные пельмени. Конечно же, с крапивой. У меня есть крапива сушёная. Я её смолола, эти листики крапивы, в муку. Вот такая зелёная мука у меня получилась. Если вы пожелаете тоже сделать такое тесто зелёное для пельменей, или налепить из этого теста манты, то крапиву можно купить в аптеке и зелёные листики смолоть в кофемолке. Для приготовления теста мне потребуется мука, вода, крапива, щепотка соли. Ну и пару ложек растительного масла. Яйца я не беру, для теста не использую. Итак, насыпаем муку в миску. Муки нам потребуется 200 грамм. Мне нужно 200 грамм муки. Практически буду её насыпать на глаз, потому что что-то с моими весами случилось. Итак, нам нужно 200 грамм муки. А воду, 100 миллилитров ровно, мы должны вскипятить. Ставим на огонь. В муку также кладём щепотку соли. Соли много не нужно. Сюда же мы добавляем пару чайных ложек крапивы. Можно чуть побольше. Вот сверху вложила крапиву. Закипит вода, мы будем перемешивать тесто. Яйцо мы не будем добавлять в это тесто. Тесто получается нежным. Это самое лучшее тесто, которое только можно сделать для пельменей. Очень хорошее. Не пристаёт к столу, не пристаёт к рукам. Очень нежное, послушное, покладистое. Так, а весы придётся убрать. Водичка закипела, и я сразу же её выливаю в муке, и крапиве, и соли. Тут у меня три ингредиента. Когда тесто будет готово, нам останется только лишь добавить растительное масло. Итак, замешиваем тесто. Я люблю работать без перчаток, голыми руками. И сегодня так именно и буду работать. Голыми руками. Почему я так люблю крапиву использовать? Конечно, можно было бы положить сюда в тесто шпинат. И шпинатам придать зелёный цвет. Но шпинат для меня деликатес. Так, добавляем растительное масло, 2 столовых ложки. А крапива тоже очень полезное растение. В ней много витамина В, С, Е, К, которые влияют на свёртываемость крови. Крапива очищает кровь. В крапиве много каротина, что очень полезно для зрения. Крапива укрепляет иммунитет. И вообще действует на организм как общеукрепляющее средство. В крапиве много витаминов, минералов, микро- и макроэлементов. Ну вот, тесто моё почти готово. Я буду теперь руками с ним работать. Поскольку я говорила, что здесь не потребуется мука для подсыпки, к столу она не будет прилипать. И поэтому я не буду досыпать муку. Единственное, я не очень уверена, сколько у меня получилось муки. С весами у меня какой-то сегодня беспорядок. Что-то они плохо работают. Может быть, там батарейка заканчивается. Нужно будет посмотреть. На глаз больше насыпала муку. Но нужно точно отмерять. 100 миллилитров ровно воды вскипятить. И нужно 200 грамм муки. К рафиву можно положить сухой 2 чайные ложки сверху. Можно даже и 3. Это кто как любит. Да, тесто действительно отстаёт от краёв тарелочки нашей, в мисочке. И работать я буду прямо вот так на столе. Ну, вот такое и тесто получилось. Оно такое приятное, тёпленькое, потому что я кипяток туда влила. Сейчас я должна буду это тесто поместить в целлофановый пакет и оставить хотя бы на полчаса для дозревания. Но мы тем временем тоже будем заняты. И мы будем заниматься начинкой. А начинка у меня будет сегодня для этих зелёных пельменей. Из картофеля, отваренного в кожуре, в мундире. А также грибов. У меня были в морозилочке замороженные шампиньоны. Также лук репчатый. Немножечко морковки добавлю. Чуть-чуть потру морковочку на тёрке. Итак, тем временем мы будем обжаривать. Сейчас нарежем и обжарим лук репчатый. Добавим туда морковочку. Почистим. У меня уже отварена картошечка в мундире. К луку мы обжаренному добавим шампиньоны. Я их уже разморозила. И сделаем начинку из картофеля, грибов, репчатого лука, немножечко морковки. И будем думать, что добавить из специй. Сейчас посмотрим. Ну вот. А тесто я пока целлофан помещаю. Вот так оно выглядит. Конечно, если бы была яснотка, тесто было бы поярче, посимпатичней. А это крапива. Ну вот я приготовила картофель уже для начинки. Картофель у меня был сварен заранее в мундире. Остальные картофели я убираю, чтобы они не мешались. Четыре картошки я очистила. Я думаю, достаточно нам будет этого количества. Лук порезала. Пока не знаю. Лука можно будет еще добавить. Чем больше лука, тем вкуснее, на мой взгляд. Тесто я поместила в целлофановый пакет. Приготовили мы это крапивное тесто. Из 200 грамм муки и 100 миллилитров кипятка. Щепотки соли. Двух ложечек растительного масла. Ложки брали столовые. Две столовые ложки растительного масла. Тесто получилось на кипятке очень нежным, эластичным. Не прилипает ни к столу, ни к рукам, ни к миске, ни к целлофану. Вообще ни к чему. Сказка не тесто. Сделала я его без яйца. Тесто на кипятке. Если такое тесто у нас останется, мы всегда сможем его применить. Посмотрите, пожалуйста, как я применяю остатки теста. Вот у меня была сделана такая лапша бабочки. Фарфале, можно сказать. В итальянский манер. Это из крапивы я делала такую домашнюю лапшу. Вот она. Ее осталось только бросить в кипяток и подать. Либо с подливой, с грибами. Либо можно подать с какой-то овощной заправкой из перцев, помидоров. А можно с тертым сыром. На любой вкус вообще. Лапша такая очень вкусная. Картофель нам нужно будет либо порезать на кубики, либо просто взять скалкой и раздавить. Я, пожалуй, скалкой раздавлю. Ну, а пока нужно разогреть нам сковородку с растительным маслом. И добавить туда нарезанный репчатый лук добавить нужно в разогретую сковородку. Мне нужно взять деревянную ложечку для того, чтобы помешивать лук. Сковородка у меня, опять-таки, керамическая. А керамика не любит металлические ложки, металлические ножи для переворачивания блинчиков. Любит только дерево. Поэтому я буду соблюдать такое правило. Я очень люблю лук. Возможно, еще порежу. Я очистила побольше. Так, на 4 картофелина. Да, пожалуй, немножечко еще добавлю. Лук можно нарезать кубиками. Надо стараться помельче. Но если крупноватый кусочек, ничего. Он станет мягким в сковородке с растительным маслом. Когда обжарится, кусочки станут немножечко поменьше. Я люблю работать на кухне, особенно, когда у меня есть дикие растения. Такие, как крапива, лебеда и другие полезные, вкусные травки. Вот сейчас покажу, сколько у меня маслица получила. Ой, лучку я порезала, сколько лука. Маслица тоже можно будет добавить. Ну, пока пусть шарится. Остатки лука я уберу, чтобы мне не мешало. Ну, вот пока у меня лучок обжаривается, я подготовила пряные травки. Хочу положить их в начинку для пельменей из картофеля и грибов, шампиньонов. Это розмарин, базилик, тимьян, душица, то есть орегано. У нас в России душица эту травку называют. Я буду все эти травки добавлять в нашу начинку для пельменей. А также хочу положить туда молотый имбирь, вот у меня приготовлен, и травку лимонграсс. Можно добавить еще паприку молотую или красный перец. Так, что же у меня есть? У меня есть красный перец. Пожалуй, его еще добавим. Посмотрим, что у нас с лучком. Лучок, на мой взгляд, уже подобжарился. Аромат издает приятный. Сюда можно добавить теперь грибочки и морковку. Морковочку я потерла. Почистила, помыла, потерла. Морковь можно было бы и не добавлять. Но она дает не только вкус, витамины, но и еще великолепный цвет яркий. Потому что у нас тесто зеленое, а в начинке будут вот такие вот кусочки, яркие, оранжевые. На мой взгляд, сделает нашу начинку более привлекательной. А следующим ингредиентом, который я в сковородочку добавлю, это будут грибы-шампиньоны замороженные. Ну, вот так вот уже обжарились лук и морковь. Сейчас я сюда добавлю размороженные, вынутые заранее из морозилки шампиньоны. Там много жидкости. Жидкости я, конечно, оставлю. Не вылов сковородку, только грибочки помещу. Пока жарятся грибочки, шампиньоны я уже отжала от жидкости и выложила в сковородочку к луку и с морковью. Но мало шампиньонов у меня. Это все, что были в морозилке. Сколько есть, будь моя воля, я бы положила побольше. Я очень люблю грибы, потому что мясо-то я не кушаю. А грибы, излюбленное мое блюдо. Пока грибочки там еще с морковочкой и лучком тушатся, я скалкой разомну картофель. Совсем-то уж до однородной массы, мне делать это и не нужно. Просто размять и все. В любом случае начинка будет хорошей. Пюре мне делать вовсе не обязательно. Люблю, когда картофель сварен в мундире. Мне кажется, там больше витаминов сохраняется. Конечно, пельмени хороши со многими начинками. С разными начинками. И вообще пельмени это любимое блюдо во всем мире. У каждого народа есть свои пельмени. Есть пельмени и в Турции, где я недавно была. Там пельмени называются мантии, манты. Так, вот картошечку я размяла. Посмотрю пока грибочки. Ну вот в таком состоянии шампиньоны с луком и морковью. Я теперь поставлю на медленный, пусть они тушатся. А мы пока добавим сюда, картофель, еще какие-нибудь приятные ингредиенты. Ну какой у картофеля вкус? Да никакущий. Вот сейчас посолим. Добавив соли, буквально щепотку, мы придадим картофелю соленый вкус. Следующее, что мы будем добавлять, это наши специи. И имбирь. Я имбирь люблю. Смело кладу пол-ложки. Лемонграсс. Лемонграсс тоже можно смело ложить пол-ложки. Баночки закрываю. Лемонграсс и имбирь. Ой, как ароматно. Да, сушеный лемонграсс не пахнет так, как свежий, но все же, когда нет свежего, то все равно хорошо. Так, это орегано. Орегано можно положить в чайную ложку. Не повредит. Тимьян поменьше буду, потому что она все-таки очень специфичная, яркая специя. Базилика можно положить в пол-чайной ложки. Он сухой тоже почти пахнет. А вот это розмарин. Ну, розмарин в пол-чайной ложечки добавлю. Так, вот так травки. У меня есть еще петрушка сушеная. Пожалуй, достану ее. Так, петрушка. Петрушку я сушила сама. Все те травушки. Вот орегано, тимьян, базилик и розмарин у меня куплены. А вот петрушечку я сама насушила. Я ее рукой так измельчила. Петрушку можно положить прямо в горсть. Она не повредит. Тем более, я так люблю зелень всякую. Теперь нужно будет это все перемешать. Но не обязательно. Потому что мы сейчас добавим оставшиеся ингредиенты. А именно лук, морковь, грибы. И вот тогда-то мы и перемешаем начинку. Так, добавляем. Как вкусно пахнет. Люблю аромат грибов, лука. Очень люблю. И разных травок. Ну вот, оставьте лука, грибов. Далее. Теперь можно и перемешать. Подставлю досочку, такую решеточку под кастрюлю. Чтобы не повредить стол. Вот такая будет начинка. Сейчас будем раскатывать наше тесто. Оно уже улежалось. Оно все еще теплое. Потому что кипятком его заливали. Муку-то заливали кипятком. И тесто замешали на кипятке. Тепленькое оно еще у нас. Вот такая вот получилась начинка. Вовсе не обязательно разминать картошку совсем, чтобы там не было кусочков. Не обязательно. Кусочки наоборот. Будут даже очень хорошо чувствоваться, ощущаться в наших пельмешках. Как же назвать наши пельмени? Даже и не знаю. Может быть назвать их мальты? Сейчас посмотрим, какую форму мы им придадим. Любую можно придумать. Можно сделать просто конвертики. быстро будет. Тогда их можно будет отварить потом на пару. Ну вот такая вот у меня получилась начинка. Сейчас я уберу лишние травки со стола и подготовлю стол для работы. Ну что ж, приступаем к лепке пельменей. Вот наше тесто. Не нужна нам на столе ни мука, ни какая-то другая подсыпка. Не надо ни руки в эту муку макать, ни присыпать стол и скалку. Вот чем удобно вот такое тесто на кипятке. Это из-за того, что мы его сделали на кипятке. Даже если бы оно было белым, без крапивы, тоже таким бы было послушным и удобным. Если тесто остается, нам можно будет сделать домашнюю лапшу или положить остатки теста в морозилку до следующего дня. Но у нас тесто немного. Похоже, что мы сможем справиться с ним сегодня за один раз. Надо его тоненько раскатать. Нарежу я его, пожалуй, на прямоугольники. Придам вам форму конвертиков. Так будет быстрее. И тем более, что потом их можно будет помещать в пароварку и варить на пару. И парой пельмешек, таких огромных конвертиков, вполне можно будет к такому человеку, как я, наесться. Ну, а кому понравится, можно и побольше. Тут достаточно будет пельменей. Пельмени по-разному. В каждой стране называются по-разному. И делают их преимущественно с разнообразнейшими начинками. Настолько это огромный, огромный опыт в разных странах мира кулинарной в приготовлении пельменей, что даже сложно все обозреть и даже просто перечислить каждые пельмени. Например, в Китае это дзяо-цзы, вантоны, димсам. В Грузии, например, это хинкали с таким хвостиком из теста на конце. Азербайджанские пельмени, гюрза. У них оставляют такую дырочку. И через это отверстие выходит пар, издавая шипение. В Польше это ушки. Ой, тесто нарушило. В Италии это равиоли и тортеллини. В Турции манты. Курдюмы это старинные русские пельмени, которые готовили из крупы и грибов, а запекали в духовке в горшочках. Ну, очень много пельменей бывает в мире. Все даже и не перечислишь. Я же тесто помещаю на досочку лишь только с такой целью, чтобы не испортить стол. Потому что я буду сейчас его нарезать на такие вот квадратики. Крупные у меня получаются квадратики. Ну, какие есть. Так, буду соблюдать квадрат. Помещаем в центр начинку. В центр каждой пельменьки. Ну, столько начинки, чтобы можно было все-таки закрыть края. Начинку я люблю, чтобы было побольше. Но ведь нужно в разумных пределах, чтобы и пельменька-то закрылась. А если много совсем положишь, то будет и не защипнуть края. Ну, вот такой формы я буду делать пельмешки. Вот такой формы. Слишком много не стоит начинки, но и слишком мало тоже нехорошо. Согласитесь, начиночка дело хорошее. Тем более, когда она приготовлена с любовью. Когда она вкусная. Не знаю, видно ли в камеру, как я их тут леплю. Сейчас отлучусь на минутку, посмотрю. Нет, я немножко камеру подниму. Вот такая форма пельменей. Ничем мне нравится. Быстро очень начинка расходится. Быстро очень тесто заканчивается. То есть дело движется быстро. Вот с такой формой пельмешек. Можно назвать их вполне манты. Да как угодно можно их назвать. Вот такие зелененькие у нас будут. Так, отодвину-ка я свою лапшу. И вот сюда буду помещать пельмени. Зеленые с начиночкой. Продолжение следует... Когда я делала такое тесто с ясноткой белой, с глухой крапивой, то тесто было еще более красивым, более ярким, таким насыщенным, зеленым, более приятным. У крапивы все-таки темноватый цвет. Вот здесь тесто остается. Я его смогу потом заново раскатать. И сделать из него такой вот квадратик. Удобно чем это тесто? Не прилипает к столу. Так, вот здесь смотрю, у меня тесто немножечко разошлось, отверстие образовалось. Плохо раскатала. Сейчас мы это поправим. Ну вот точно так же мы поступим и с оставшимся тестом. Вот у меня еще есть тесто. Кстати, раз кусочек остался, я его добавлю сюда. И это тесто я раскатаю снова. Ну вот так буду раскатывать остатки теста. И нарезать на квадратики и добавлять туда начиночку. Ну вот я налепила. Сейчас буду их в пароварочке варить. Подавать можно с йогуртом, со сметанкой, со сливочным маслом. Кому с чем нравится. Ну а если бы лишние оставались, то можно было бы поместить их в морозилку. Благодарю всех за внимание, за просмотр этого видео. А также желаю всем всего самого-самого доброго. Благодарю. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok